Друзья, господи, это время, который вы ждёте. АСБ Лига продемонстрирует главный вечер сегодняшний день. 3-5-минутных раундов микс-маршалов. Лайт-фейт-контест! Представляю вам судейский корпус. Главный судья, мейн-чердж, Игорь Демидов. Ваши суди, your judges! Сергей Морозов и Турпал Али Дацаев. Технический судья, Вискан Мадаев. Судья приучастников, Адам Муцаев. Ваш хронометрист, your time giver, Ильяс Ахмаев. И Сударом Гонга, ваш рефери в клетке, Николай Шарипов. And when the bell rings, your referee in charge, Николай Шарипов. Итак, дамы и господа на трибунах, и миллионы фанатов смешанных боёв во всём мире, в прямом эфире, с арены Колизей города Грозного. Рефанж! Дамы и господа, и миллионы фанатов, и миллионы фанатов по всему миру, живы! Из Колизиума, спорткомплекс арена Грозный. Рефанж! Представляю вам участников и первых бойцов в Симу Югу. Интернезийный первый фанат, и на белом коннор. Бойцу 34 года. Рост 170-3 см, вес 70,3 кг. 34 лет назад, 173 см, официальный вес 70,3 кг. Его профессиональный рекорд, 23 боя, 18 побед, 5 побед. Его стиль, его стиль, форильная борьба, его стиль, фри стиль, фрестыр, рестлина. Дамы и господа, встречайте, пожалуйста, приветствуйте, из Бургас, Букерия, Кеоргий Станчев-Стоянов! Его профессиональный рекорд 22 боя, 14 побед, 8 поражений. Его профессиональный рекорд 22 боя, 14 литров и 8 побед. Его стиль грэплинг и боевое самбо. Его стиль грэплинг и комбат самбо. Представляющий клуб Fight Spirit из мальчика России. Встречайте, Алиша! Пока! Бойцы, середина. Уважаем друг друга, соблюдаем правила, напоминаю, затылок не работаем, позвоночник не работаем, локтями в голову не работаем, колено в голову только в стойке, сетку не охватаем. По команде стоп, прекращаем все действия, все понятно? Поприветствуем друг друга, удачи обои по углам. Главный бой вечера. Бой-реванш Али Багов, Георгий Стоянов. Весовая категория до 70,3. Но кто скажет, что эти ребята столько весят? Два настоящих буйвола сейчас в октагоне будут выяснять сильнейшего по-настоящему. Первый бой оставил много вопросов, точнее вопрос один, что помешало Али или Олегу Багову продолжить поединок? До конца мы ответ на это не знаем, знаем, что были какие-то проблемы с печенью. Но вот сейчас, наверное, не стоит говорить о рекордах, о каких-то достижениях. Здесь так все понятно, встречаются два профессионала очень-очень высокого уровня. Но Олег идет вперед и пытается прибрать инициативу к своим рукам с самого начала. Ну, вспоминаю я их первый бой и, в принципе, он так же начался. Али Багов опять уверенно переводит своего соперника в партер, забирает хорошие доминирующие позиции. Смотрите, сейчас Георгий неплохо защитился. Али Багов, грепплер очень высокого уровня, по-моему, даже выиграл чемпионаты мира и чемпионаты России неоднократно. Сильный боец, раньше выступал в 77 килограмм, сейчас в 70. Посмотрите, как он уверенно контролирует своего визовик. Четырехкратный чемпион России по грепплингу и двукратный чемпион мира по джиу-джитсу. Георгий Стоянов также неуступчивый боец, очень терпеливый. Это, наверное, его одно из главных качеств. Неплохая вольная борьба. Даже никнейм у него Станчев. Это в честь борца вольного стиля болгарского, очень знаменитого. Единственное, что он сможет предоставить Али Багову в этом поединке. Потому что в первом поединке, мне так показалось, что по какой-то случайности только Али Багов не смог выиграть тот поединок. И сейчас мы смотрим, что он... А как Багов работает первым номером, идет вперед. Сил очень много и борется действительно очень-очень хорошо. Ну и Георгий бороться любит. Хотя в данном положении грамотно бороться очень сложно. И сейчас наносит Багов сверху свои удары. Не совсем отсюда видно, проходят ли они в цели или по защите. Даже удары по защите по рукам делают свое дело, потому что руки они тоже не вечные и они когда-то отбиваются так же. И это потом скажется и в ударной технике, в том числе, если дойдет до этого. Потому что работают два борца и, я так понял, они имеют преимущество и развивают его. Вот в маунте работает и уже, по-моему, даже не прочь Стоянов отдать спину. Так и происходит. Ну а клетка сейчас играет свою роль небольшую. И из этого положения на удушающие приемы вряд ли будет Багов переходить. Ему достаточно и такой манеры. Я очень удивлен такой пассивной защитой от Георгия Стоянова. Потому что таких 5-6 ударов и по регламенту, если ты не отвечаешь и не делаешь, что тебя могут остановить поединок, что сейчас, скорее всего, и может произойти. Потому что откровенно забивает он своего бойца. Пусть по защите, но нужно вести поединок, а не принимать удары все на себя. Конечно, так и есть. И вот сейчас попытка перейти на удушающий прием. Продолжает работать Багов по своему оппоненту. Растягивает. Все делает абсолютно правильно. Ну, тут действительно до конца поединка не так много времени, похоже, осталось. В первом поединке та же была картинка. Только Али пытался в этой же позиции задушить болгарского спортсмена. Здесь он решил побить, не тратить силы на удушающие приемы. Что, в принципе, я думаю, правильно. Пока эта ставка работает, рефери уже во второй раз требует активной защиты от Стоянова. Хочется отметить, какое же терпение и крепкую голову имеет Георгий Стоянов. Удалось мне с ним побороться. Я помню, на турнире овертайм он приезжал и на разминке мы с ним поборолись. И такой терпеливый, интересный боец. В нем больше физической мощи, чем технического арсенала. И неплохо работает по вольной борьбе, именно в борьбе в стойке. Корпус, корпус, голова. Такие серии выбирает Багов. Сейчас, наоборот, три подряд в голову. И переход на удушающий. Нет, продолжает работать. Растягивает соперника, пытаясь отключить руки. Потому что все давление сейчас идет на грудь. И руки пытаются отключены в этом положении. Ну, где-то уже две минуты, будем честными, избивает Олег Багов своего оппонента. Али Багов, если удобно, болевой на руку. Все. Болевым приемом в итоге одерживает победу Али Багов. И реванш получился. Сделал то, что не сделал в первом поединке. Я думаю, он довольный. И поединок прошел полностью в одну сторону. Действительно, у Багова сегодня получается все. Ну, и нужно отметить, что конкретно к этому поединку Али был готов намного лучше со всех сторон. Да, полностью согласен. Сделал работу над ошибками. Не стал душить. Потому что очень тяжело его задушить. Хорошая крепкая шея у болгарина. А подразбил своего соперника. Этот был в состоянии игроки. И вышел на болевой прием на руку. А так называемый амбар хорошо отключил голову. Вот тут развернулся и прогнулся в спине. Все сделки по школе называются. И главное, очень быстро и своевременно. И под концовку раунда. Стоянов уже, наверное, мыслями отдыхал у себя в углу. Вот. Вот. ACH